Тема сегодняшнего занятия это разработка лексического анализатора. Мы, конечно, весь его не будем разрабатывать. Это можно сделать в режиме оффлайн. Более того, я тут нашел как раз подходящую грамматику Аберона. Аберон чем интересен, как язык для реализации компилятора. Но еще раз повторю, потому что очень простая грамматика. Во-вторых, она не такая мелкая, как, например, в языке C, скобочки угловые. Есть конкретный begin, end, цикл for, to, to и тому подобные вещи. И грамматика этого языка имеет подходящую структуру, так называемую LR1 грамматику, что позволяет строить трансляторы довольно продуктивно. LR1 grammar и даже специальные синтаксические анализаторы для него. Анализаторы исходных кодов, программ написанных на языке программирования, который читает входной поток слева направо и производит наиболее правую продукцию контекста свободной грамматики. Для того, чтобы это понять, нужно сначала разобраться с понятием грамматики. То есть язык, в том числе лексические элементы, то есть части программы, такие как идентификаторы, ключевые слова, это все язык. Значит, язык — это множество правильно построенных фраз. Ну, то есть вот некое бесконечное множество, как правило, хотя оно может быть и конечным, все зависит от его структуры. Так вот, язык — это такое бесконечное множество правильно построенных фраз. И что значит, что эти правила, правильно построенные фразы, вообще говоря, существуют в этом языке? Это значит, что есть некая математическая структура, которая выражает корректность вот этих фраз языка. Для того, чтобы описывать эту, задавать эту структуру языка, используются формальные грамматики. Или их просто еще называют просто грамматики. Способ описания формального языка, то есть выделение некоторого подножества, из множества всех возможных слов некоторого алфавита. Ну, то есть мы берем, конечное количество букв, цифр и еще каких-то знаков. Из них можем просто и комбинировать друг с другом, скажем, перебирая в определенном порядке, мы можем породить множество всех слов. Так вот, соответственно, язык — это под множество. Вот. Прождающие, распознающие или аналитические грамматики, в принципе, все распознающие, они также являются порождающими. Ну, это все, так скажем. Уже нюансы некоторые. Значит, грамматика. Ну, вот вы, наверное, из школы помните, да, что там русское предложение или английское предложение, можно производить его морфологический разбор. Там, правда, задавали вопросы, что у нас есть подлежащее, например, собака лает на забор. Да. То есть, собака существительное в именительном падеже. Мы понимаем, что это подлежащее. Потом подлежащее что делает. Ну, там, подлежащее что? Собака, да. Собака что делает? Лает, да. То есть, через вопрос, что делает, мы распознаем глагол. То есть, сказуемое. И потом еще есть дополнение. Вот. В формальной грамматиках такие вопросы не задают. Там просто устанавливаются связи между грамматическими элементами. Ну, то есть, вот, в данном примере, да, если его так открыть, расширить, то получится, что John hits the ball. То есть, John пнул мяч. У нас есть понятие предложения в целом, да. Есть группа существительного. Known group. Known – это существительное по-английски. Предложение английское состоит из группы существительного и глагольной группы. Ну, то есть, John что-то делает с чем-то. То есть, вот эта глагольная группа. Глагольная группа, соответственно, состоит из глагола и группы существительного. Группа существительного также может в себя включать детерминат. Детерминатами в английском языке. Ну, если английский грамматик рассматривать как формальную, что на самом деле неправильно, то детерминатами в английском языке являются значит, вот эти вот артикли и местоимения. Ну и еще один член глагольной группы – это, собственно, существительное. Тут, кстати, тоже буквы N не хватает. Маленько, не полностью нарисовали. Тут грамматический разбор предложения. То есть, грамматический разбор предложения – ну, это один из взглядов, как сказать, одна из интерпретаций. Это вот нужно распознать предложение. Что значит распознать предложение? Мы пытаемся в нем распознать группу существительного, глагольную группу и так далее. То есть, это такая рекурсивная процедура, которая пытается в соответствии с грамматическими правилами найти такие элементы в предложении, удовлетворяющие определенным ограничениям на текущем уровне. Можно делать грамматический разбор снизу вверх. То есть, мы сначала распознаем, что у нас это есть существительное, потом пришел глагол, да? Глагол не может ходить в группу существительного, поэтому мы ограничиваем одним существителем группу существительного и потом определяем, что группа существительная – это часть предложения. Ладно, значит, мы это запомнили где-то. Ну, там обычно в стеке запоминается. Что делаем с поступившим к нам глаголом, да? Ну, мы знали, что это глагол. Глагол является частью глагольной группы. То есть, мы опять в стеке записываем, что у нас есть часть глагольной группы уже. Ну, и так далее. Потом, в конце концов, оказывается, что на определенном этапе мы эту группу существительного определили и знаем, что у нас есть часть глагольной группы, вот, связанных… Ну, тут еще важно порядок следования, да? То есть, что вот за хит идет «зи». Таким образом, мы можем делать предположение, что мы нашли полностью глагольную группу. Ну, и, соответственно, опять же, вытаскиваем из нашей памяти информацию о том, что где-то должно быть предложение. Оказывается, что и для предложения у нас есть оставшийся член вот этой структуры, и, в конце концов, мы приходим к предложению. Это вот такое грубое представление синтаксического разбора снизу вверх. Ну, и таким образом, чтобы определить грамматику, надо первым делом определить понятие терминального символа, да? То есть, терминальный символ – это объект, непосредственно присутствующий в словах языка. Ну, в русском языке, например, это будет буквы русского языка в английском языке, буквы английского языка в программах, да? Там не только буквы, у нас еще есть символы, больше, меньше, равно, точки, запятой. В общем, все возможные символы, из которых можно формировать текст программы. Вот, а не терминальный символ. Значит, это символ – объект, обозначающий некоторую структуру в языке. Вот, не терминальными символами в этой картинке являются вот эти вот зеленые слова, да? То есть, глагольная группа, глагол и тому подобное. То есть, этот элемент, не терминальный символ, он обозначает сущность некоторого слова там или некоторого объекта. То есть, мы можем индивидуальные, не терминальные символы рассматривать и для отдельных символов. Ну, например, в русском языке у нас буквы, да? То есть, понятие буквы – это тоже не терминальный символ. Ну, если она… Вот этот символ используется только в грамматике, естественно. Вот, грамматика состоит из… А, ну вот, в принципе, из этих вот элементов. Значит, сигма. Сигнатуру еще иногда называют. Н – это набор, алфавит, терминальных символов. Ну, то есть, если берем русский язык, то набор букв, вся программа. Ну, это я уже говорил, да. Н – это набор не терминальных символов. То есть, это все возможные обозначения структур. П – набор правил вида. Значит, вот левая часть преобразуется в правую часть. Где? В левой части. Это не пустая последовательность терминальных и нетерминальных символов, содержащие хотя бы один нетерминальный символ. Странно. Это, кстати, немного тут варьирует они терминологию. Ну, да ладно. Вот, и правая часть – это любая последовательность терминальных и нетерминальных символов. То есть, мы одну последовательность заменяем на другую последовательность. Вот, если мы… Это в смысле использования грамматики как порождающей. То есть, у нас вот есть, да, стартовый символ еще. Вот есть стартовый символ. Он обозначает, что мы там, собственно, представляем в конечном счете. Ну, скажем, в английском предложении стартового символа – это sentence. Вот, из грамматического правила, что предложение состоит из нетерминального символа и в смысле из группы, из существительного группы глагольной, да, мы заменяем s на вот эту последовательность из двух элементов – np, vp. Потом берем какой-нибудь вариант существительного, подставляем его вместо нетерминального символа. Получается у нас слово John, в данном случае John. То же самое, рекурсивное мы делаем с группой глагольной. Таким образом, мы, в конечном счете, можем порождать синтаксически корректное, но не обязательно семантические, ну, то есть, по смыслу корректное предложение. Вот, и, значит, ну, вывод вы можете дома сами посмотреть, да, порождающие грамматики. Нам важно в следующем, значит, мы будем грамматику использовать в обратном направлении, то есть, мы должны распознать, что последовательность символов представляет собой правильно построенную программу. При этом мы еще будем это делать за несколько этапов, то есть, лексический анализатор, синтаксический анализатор. Так вот, оказывается, что разбивание, разбиение, то есть, нашего компилятора на отдельные этапы позволяет пользоваться различными свойствами грамматики. То есть, в зависимости от того, какая структура вот этого набора правил, да, то есть, какие конкретные элементы находятся в левой там и в правой части, в зависимости от этого мы можем использовать различные алгоритмы, различные по эффективности. для распознавания той или иной грамматики. И вот, Ноам Холмский, американский выдающийся исследователь, в том числе грамматик, математик, он предложил так называемую иерархию Холмского. Это различные типы грамматик, выстроенные в зависимости от того, насколько они, значит, сложны, сложны. Но самая простая грамматика является регулярная грамматика. Вот они, программа распознавания регулярной грамматики, она эквивалентна конечному автомату. Вот. Грамматика типа 2 называется контекстно-свободной грамматики. То есть левая часть правил состоит только из одного нетерминального символа. И к этой грамматике относятся большинство современных языков программированных. Одним из примеров выхода из-за границы контекстно-свободной грамматики является язык Фортран. То есть это первый язык высокого уровня, который приобрел именно популярность у математиков достаточно большую. Там есть такой оператор Do, который одновременно является элементом оператора цикла и с другой стороны его можно вот это Do использовать как часть идентификатора. В зависимости от того, в каком контексте он находится, мы должны его по-разному интерпретировать. Тип 1 – контекстно-зависимой грамматики. Левая часть может содержать один нетерминал, окруженный контекстом, последовательностью символов, в том числе присутствующих в правой части. Сам нетерминал заменяется непустой последовательностью символов правой части. Ну, то есть контекстом, как правило, выступает там один или два, там правый или левый, либо оба вместе, элемент. Как правило, это терминальные символы, и вот к контекстным и зависимым языкам, в принципе, можно отнести некоторые естественные языки. Ну, и в неограниченных грамматиках, соответственно, может быть использованы любые структуры в правилах. Ну, кроме того, выделяет вот неокворачивающие грамматики, да, когда правило грамматики имеет вид из альфа следует бета, где альфа меньше или равно бета. Длина правой части правило не меньше длины левой части. Обычно, правда, вот этими переменами альфа и бета в математическом представлении грамматик обозначают нетерминальные символы линейной грамматики. Вот, они имеют такой вот вид, то есть, что у них самое-то важное, не более одного вхождения нетерминала, то есть, в правой части грамматики не более одного вхождения терминала. Ну, тут, кстати, тоже непонятно, какой из них тут все-таки терминальный нетерминальный символ. Арифметические выражения, пример, то есть, словарь, ну, или алфавит состоит у нас из цифр, знаков, арифметических и скобок. неформальный алфавит, формула, знак, число, цифра. А, нетерминальный, то есть, нетерминальные символы, перечень терминальных символов. Ну, и правила, то есть, формула состоит из формула и знака формулы. Что такое знак, что такое формула, можно посмотреть дальше. То есть, формула, есть две формулы, соединенные знаком. Формулой может быть число, формулой может быть формула внутри скобок знак это либо плюс либо минус либо умножить либо слэш то есть мы можем написать знак это плюс знак это минус знак это можно это стрелку обозначить умножить знак это разделить можно сократить это так его запись при помощи вертикальной черты она будет означать или варианты варианта и очевидно нету потому что и это последовательно число это цифра число это число и цифра получается бесконечная последовательность цифр является числом не бесконечная конечно последовательность любого количества цифр точнее ну и аналогичную знак куда мы цифру показываем что цифры это либо 0 либо единица двойка тройка четверка и так далее и начальный не терминальный символ это формула предлагается посмотреть вывод формулы 12 плюс 2 с помощью перечисленных правил вывода то есть формула формула до начала скобки и смотрим потом формула знак формула поставляем знак можно формула поставлять чего с этой стороны можно это поставлять но они решили поставить сначала терминальный символ по середине то есть зависит от алгоритма вывода точнее это некоторая недотерминированная процедура чё кстати выделяет правый или левый вывод правый вывод он всегда правый заменяет нетерминальный символ на что-то другое, в левый, левый. Если терминальные символы здесь закончились, то переходим к следующему терминальным символам, нетерминальным символам. Ну, короче говоря, вот пример, вы тоже можете его отдельно дома посмотреть. Клитические грамматики не единственная грамматика, однако на более распространённом приложении программирования. Здесь, опять же, очень много всяких разных вопросов рассматривать, связанных с тем, какие в этой вот контекстной свободной грамматике, то есть языки программирования, как правило, находятся, относятся к типу 2, какие свойства еще в этой контекстной грамматике есть, дополнительные. Так вот, я говорил, вот это ЛР-анализатор, он пользуется тем, что, вот если грубо, да, то ЛР-грамматики начинается всегда, вот этот вот, то есть большинство этих контекстно свободных правил грамматик ЛР-языка, они начинаются с некоторого терминального символа. Ну, вот, скажем, программа на Абероне или на Паскале, да, он близкий к нему язык. Аберон программ зампл, посмотрим. Пример кода. Видите, модул Фибоначчи, да, прок, процедура. Кстати, какой-то сокращенный вариант. Тут тоже будет написано, просиджи, calculation. Звёдочку я даже не знаю, что-то такое. Вот. То есть, видите, вот здесь, модул, прок, var, begin, if, стоят, return, lzif. Ну, lzif — это часть грамматики if, на самом деле, end, конец, var. То есть, видно, что тут есть некоторое начало, и после него некоторые, вот и всё остальное даёт. Вот. В начале, с точки зрения синтаксиса, стоит терминальный символ, то есть, алфавитом терминальных символов синтаксического анализатора является лексемы. И вот одни из классов лексем — это ключевые слова. Вот поэтому такой язык довольно, ну, намного проще анализировать, чем, скажем, язык C. Тем, например, процедуры там определяется, там пишем сначала мир void, потом название, потом в скобках идут, значит, перечисления какие-то. Ну, ксишная грамматика, она тоже не сильно сложная, хотя, например, для компилятора GCC было построено два разных синтаксических анализатора. Один при помощи генератора, генераторов flex и як, то есть, flex — это генератор лексических анализаторов, а як — это генератор синтаксических анализаторов. Вот, а потом они всё-таки их переписали вручную, чтобы более удобно было смотреть ошибки. Вот. Ну, начнём. Да, нам понадобится ещё один такой важный инструмент, называется antlr. Вот я сейчас пробую найти страницу с генератор синтаксических анализаторов. и можно даже так вот написать, antlr, через вики на него выйти. Another tool for language recognition. Ещё одно средство распознавания языков — генератор нисходящих анализаторов для формальных языков. Точнее, нисходящий анализатор, вообще говоря, это не самый эффективный, но вот чем antlr интересен? Тем, что он генерирует программу. То есть, вот нам нужно, например, сделать синтаксический анализатор на языке Python, да? Вот он вам Python-овский класс и будет генерировать. А мы будем на C++ использовать, потому что библиотека для реализации, собственно, компилируемого кода LLVM, она на C++ написана. Вот. Ну, тут можно посмотреть пример. То есть, вот грамматика T, у него есть сообщение. Что за грамматика? Ну, вот, например, идентификатор — это последовательность символов. Ну, хотя, вот этот плюсик обозначает, что хотя бы один символ и произвольно дальше некоторое количество языков вот этого набора. White space. Да, значит, в antlr большими буквами обозначаются терминальные символы. Маленькими буквами это синтаксические, то есть терминальные, нетерминальные символы, точнее, как это терминальные символы синтаксического анализатора, но нетерминальные символы, причем стартовые символы для лексических анализаторов. То есть, вот это вот как раз часть лексического анализатора. Это грамматическое правило, которое используют в качестве терминальных символов, вот эти вот лексемы, большими буквами не написаны, но также туда можно вставлять какие-то куски текста, скажем, вот сообщение name.id, точка запятой, вводит на экран hello, плюс вот этот id, его текстовое представление, это для джао получается. Пробил, перенос, строки, табуляция, channel, hidden, ладно, это какой-то из контекста выдрано здесь, значит краткая справка по элементам, значит чтобы вот это с этим разобраться нам сначала надо изучить регулярное выражение. регулярное выражение это один из способов представления грамматики уровня 3 автоматных грамматик, то есть те, которые эффективно распознаются конечными автоматами, ну как правило конечными детерминированными автоматами, вот я википедию страницу открыл, ну как может быть здесь есть русский язык, в принципе эта тема для всех общая, да вот русский язык есть, регулярное выражение, формальный язык используемый, ну в общем, в качестве представления вот этих вот регулярных грамматик, давайте мы посмотрим, это можно тоже, кстати, заглянуть, теоретический базис тоже посмотреть, регулярный язык, значит, это множество слов определяем по индукции, но это тут не при помощи грамматических правил, все это показано, регулярное множество, ладно, мне нравится, когда много формализмов в одной лекции используется, а, ну понятно, значит, вот у нас есть пустая строка, мы ее обозначаем фигмой, ну или пустой символ, есть отдельные литералы, и можно сделать следующей операцией, то есть конкатенация, то есть два символа из двух чего-то, а, интересно, как тут обозначено, ну короче, есть два слова, так их можно друг за другом поставить, вот пробел это как раз тоже символ, правильно, то есть можно писать слова с пробелами, можно сформировать некоторую дизъюнкцию, то есть в этом месте может стоять одно из слов, и замыкание к линии, то есть все это можно делать бесконечное количество раз, ну на самом деле бесконечное смысла нет, тогда мы получим бесконечную строку и смысл у нее никак не сможем определить, вот, в общем, суть в чем, что нам нужно уметь распознавать простые конструкции языковые в тексте, вот использовать дополнительные еще символы, обозначающие свойства строк в предложениях, в том числе, например, вот этот символ обозначает, что встретился, начало строки, ну скажем, у нас есть текст, ну как вот этот текст у нас разбит на строки, да, так вот этот символ, он обозначает начало строки, доллар, соответственно, конец строки, точка обозначает любой элемент, ну или обозначает варианты, да, вопросительный знак обозначает, что предстоящая структура перед ним, да, ну да, которая слева от него, она может отсутствовать в тексте, звездочка означает, что предыдущая структура, та, которая слева находится, она может встречаться ноль и более раз, плюс один и более раз, а скобки группируют структуры, то есть скобки, они не являются элементами грамматики, то есть вот эти символы в регулярных выражениях, это специальные символы, они не являются элементами, а вот эти тоже скобки, языка, то есть если они действительно являются элементами языка, то их организуют при помощи вот этих escape последовательности дополнительно, скажем, бэкслэш в скобка открывающая, бэкслэш в скобка закрывающая. Значит, это группировка, а вот это очень интересные скобки фигурные, они позволяют, то есть они обобщают вот эти вот три символа, то есть через запятую можно указывать, какое количество минимальное или максимальное повторение может быть у предыдущей структуры. Ну и кроме того, внутри вот этих фигурных скобок еще можно обозначать группы символов, но это уже некий другой уровень. Значит, скобки квадратные внутри себя содержат варианты символов отдельных, ну я потом по примерам посмотрю. Вот эти, что-то я уже не помню для чего они используются, но в основном для вот этой конструкции, то есть пример регулярного выражения. Значит, нужно, чтобы в строке была буква А, а за ней может быть точка, то есть бэкслэш, то есть как точка же обозначает у нас любой символ, а вот бэкслэш, точка это обозначает символ точку. И вот попросительный знак означает, что точки может не быть в тексте, поэтому мы можем распознать как бы два, две последовательности А с точкой и А без точки. Значит, здесь чисто последовательность из четырех символов, то есть А, два слэша, Б. Значит здесь, а здесь бэкслэш используется для обозначения угловых скобок, поэтому вот, ну, пример соответствия. Значит, Q можно экранировать любую целую последовательность символа, заключив между Q и E. Ну, это я, честно говоря, не знал, но, в принципе, ладно. В разных реализациях еще могут использоваться различные символы, в том числе для обозначения целых структур. Ну, например, в Emacs и, по-моему, в Python тоже. Backslash S маленькая означает любой символ, считающийся пустым, ну, пробелом, например. А S большой – это любой символ, кроме пробелов. Еще такое бывает. Вот обозначение последовательности, да, то есть последовательность из единицы, двойки, тройки и тому подобное. Точнее, не последовательность, это вариант. То есть, вместо скобок можно поставить один из этих символов. А последовательность вот таким вот образом делается. То есть, вот, а да я, а я. Ну, важно, чтобы они в кодовой таблице шли друг за другом. В настоящее время UTF тоже поддерживается, как правило, по умолчанию. Вот такая конструкция означает любой символ, кроме цифр. И вот самая большая проблема – обозначить вот этот символ в грамматике. его обычно пишут просто в скобках. Еще, значит, есть макросы, так называемые, например, D. Ну, аналогично вот этому space. D – это цифра, D – это не цифра. Слово и не слово. Причем, в зависимости от реализации, опять же, сюда могут включаться номер русские буквы, если определенным образом локально настроено. с этим надо внимательно смотреть. Ну, тут еще есть граница слова. Ну, я что-то ни разу не использовал, но надо тоже будет использовать. амбек слэш, B. Да, то есть она распознает А, у которой есть конец слова. не граница слова, предыдущий успешный поиск. А, ладно. Спецсимволы перевод строки, возврат каретки. Можно группы обозначать, но вот здесь как раз скобками делается. Например, можно бесконечное количество раз повторений сделать вот такое. Tram true, то есть Tram true, Tram, 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 Trum, это все одной последовательностью задается, включая пустую. Я бы, кстати, плюсик поставил. А вот этот минус, он говорит о том, что в каждой части он либо может быть, либо может не быть. То есть если мы напишем такую строку и в конце минус поставим, она тоже будет соответствовать этой грамматике, да, по сути. Тожим grey и grey можно таким вот образом, да. Ну тут по одному символу. Да, кроме того, что мы можем здесь вот эти куски таким вот образом объединять. И еще в процессе распознавания, уже когда мы это где-то в языке программирования используем, для каждой открывающей скобки до соответствующей закрывающей формируется специальная переменная. Она обозначается обычно символами там бэкслэш 0, 1, 2, 3, 4. Где бэкслэш 0, это вот вся распознанная последовательность. А бэкслэш 1, это первая открывающая скобка получается. Либо там доллар 1, в зависимости от реализации. Таким образом, мы можем на нужную группу внутри последовательности сделать ссылку. Более того, в некоторых реализациях еще эти переменные можно использовать в самой грамматике. Ну, например, нам нужно, чтобы вот эта последовательность строго где-то повторилась еще. Тогда мы просто здесь вот дописываем, например, бэкслэш 1. Ну, это было бы корректным в иммаксе, в редакторе. Ну вот, в соответствии с этим скобком получается 0 и более, 1 и более. Это либо вот ровно n раз, от m до n, от m и более раз и до n. Есть, ну, это нюансы, вы с ними встретитесь, когда начнете регулярно выражение использовать. Скажем, вот эта вот точка, да, обозначающая любой символ, в некотором контексте она может, например, если мы точку поставим вот перед этим нашим трум-трамом вот здесь, то она может поглотить все эти трум-трамы. То есть вот это вот спознавание вот этой скобки может соответствовать пустому символу. Ну, там точка имеется в виду точка-звездочка. Так вот, мы можем сделать так, чтобы в точку попали символы, которые не распознались с левой стороны только. Вот это вот как раз нежадная квалификация, так называемая. Для этого используется префикс специальный, вопросительный знак. То есть звездочка, вопросительный знак, плюс вопросительный знак. В общем, удобная штука, удобная математическая структура и программистская для распознавания каких-то кусков текста. Ну и вот, что у нас там со временем. 9-40, ровно 40 минут прошло. Я думаю, написать с нуля или все-таки эту грамматику прямо использовать. Что, в принципе, мы можем разобрать примеры. То есть вот мы взяли антеллеровскую грамматику. Оберона, да? Можно, кстати, попробовать даже написать сейчас код. Я, правда, никогда его не писал именно на C++ в такой постановке. Возьмем эти два текста и попробуем сделать так, чтобы наш грамматический анализатор, в первых, синтезировался и запустился. Ну, рассмотрим лексемы, да, сначала. Вот видите, значит, АНТЛР позволяет создавать как отображение лексемы на регулярное выражение, вот у нас регулярное выражение, то есть цифра, да, цифра, это есть одна из этих вот букв, то есть от нуля до девяти. Ну, то же самое буква, да, АЗ, АЗ. Вот. И идентификатором является вот эта вот последовательность букв и цифр, сколько угодно, да, но так, чтобы, по крайней мере, спереди стояла одна буква. Тут, кстати, не хватает почерка еще. Совсем правильно. Вот HexDigit, значит, это либо цифра от нуля до девяти, либо вот буква АВСДЕФ. Строка. Что такое строка? Вот и у нас получается последовательность, начинающаяся с кавычек. И, значит, непонятно, почему это не грамматическое правило, а лексическое. Ну ладно. Значит, вот начинается с кавычки. Здесь может быть все, что угодно, и кавычки заканчиваются. Причем, видите, здесь вопросительный знак, да, тот самый нежадная структура, то есть нежадное поглощение. То есть, если вдруг в эту точку нам захотелось бы поместить двойную кавычку, да, это бы у нас не получилось. То есть, первая замыкающая двойная кавычка, она ограничит строку. Это, кстати, неправильно, потому что когда у нас нету способа написать двойную кавычку внутри строки. Поэтому тут надо распознавать на самом деле бэкслэш кавычку. Ну, может быть, это делает сам МТЛР, но это довольно странно. Потом второй способ представления строки, это что? Тут некоторая цифра, потом идет цифра в виде последовательности 16-ти речных чисел, так, и в конце X стоит. Ну, ладно. Ну, и вот пошли ключевые слова, то есть ключевое слово, это чисто последовательность, импорт. В Oberon, насколько я помню, и в Pascal ключевые слова, они регистры независимые, и, по-моему, даже все идентификаторы регистра независимые. Но мы можем это исправить, если захотим. Поэтому, я так понял, предварительно программа преобразуется к верхнему регистру. Ну, вот, в общем, эти ключевые слова, это части различных операторов. Это чистая последовательность. Вот, в общем, вот мы и дошли до суда. Ну, а дальше это уже синтаксические правила. Ну, давайте, в общем, попробуем начать писать наш компилятор. Откроем для него папку. Код студенческий проект. Так, и пусть он называется Oberon 7. Cpp. C++. Projects. Code. Тут. А, файл. Main, да? Main. C++. Я C++ не очень хорошо помню. Так, что такое. И теперь создадим файл. ТОЧ. Все. Ну, вот, что у нас там, импорт. Иострим. Сейчас попробуем повспоминать C++. Insert snippet. Main. Что такого нет, что ли? Ну, ладно. Void. Main. Там вообще, по идее, параметры нам должны быть, да? Using std. It's out. Hello world. Так. Кпп. g++. Забыл переместиться в наш поддиректорий. g++. Main. Kero. Oberon. 7. Сразу куча ошибок. ANDL. Inspection. 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 Expected. Name. Specificator. так ночные ошибки я исправил многочисленные, теперь пробуем запустить, да, hello world работает, следующая наша задача подгрызить сюда грамматику, для этого нужно зайти сюда и забрать этот файл, мы можем этого скопировать, назовем его grammar или operon, 7.g, 7 это, ну такой крутой operon, вот это на самом деле не совсем тот наверно, лицензию мы наверно оставим, так теперь нам нужно сделать make файл, который будет собирать нам проект, для этого мы создадим фонические виртуальные цели, то есть all, all, это у нас obirom 7 программа должна быть, obirom 7 будет состоять из исходники, соответственно получается, это будет main.c++, compiler, c++ и компилятор и parser, да, транслятор, parser, c++, c++, точнее мы даже так вот напишем отдельно, parser, src, c++, src, c++, исходник parser, а именно obirom 7.g, грамматика, чё не перепутал, да, короче как вот из этого obirom g у нас parser должен быть сгенерироваться, и он потом становится частью этой конструкции, и у нас какой-то будет скорее всего заголовочный файл, obirom 7.h, посмотрим, если у нас генератор mtlr будет еще заголовочный файл генерировать, а он скорее всего будет генерировать, то тогда мы будем его тоже указывать, значит так, obirom 7, сейчас мы создадим пустой файл, compiler, чтобы проверить makefile и parser, красава. Можно транслировать, нет? Так, а транслировать их можно, даже объектный файл пустой появляется, отлично. Так что, obirom 7, у нас нужно его собирать из main объектные файлы, можно переписать, конечно, но можно написать macros, ну вот мы тут сделали подстановку, теперь можем сказать, что из наших объектов, из объектных файлов, получается, программа obirom 7.g++, он одновременно является изборщиком, "-o target", специальная переменная, обозначающая вот то, что стоит с левой стороны от правила, у нас, заметьте, да, у нас везде одни правила, то есть правила грамматики, правила makefile, и собирается это все из obcs. Может быть, нам еще какие-то библиотеки понадобятся, кстати, мы их тоже сюда подкручиваем, пока она пустая получается. Теперь нам нужно обозначить компиляцию из C++ в O файлы, на самом деле есть правила по умолчанию, но лучше мы их явным образом зададим, а мне тоже нужно их посмотреть. Вот конструкция, которая соответствует преобразованию из C++, значит, CC. Ну, можно, да, значит, скомпилировать. Вот эта штука, это один из файлов, который C++. Ого, это что в результате получается. И нам тут надо еще написать include. То есть еще у нас будет использоваться указание на include. То есть где брать заголовочные файлы. Так, ну теперь смотрим, что получится, у нас нет собрать. Пропущен разделитель. Восемнадцатая строка. То есть табуляция в makefile это элемент синтаксиса. Именно как табуляция. Да, не требует выполнения. Clean. Clean. Mr. Proper. Clean что у нас делает? Он удаляет все объектные файлы. rm, rf, звездочка, точка, о. Mr. Proper выкидывает вообще все, кроме исходников, из которых можно проект сгенерировать. То есть в том числе... Да, Mr. Proper делает сначала clean, а потом удаляет... Удаляет... Кстати, тоже можно сделать... Круто. Target. А Target лучше в самом начале ставить. Мало ли у нас там пипов жареную голову клюнет, мы захотим переименовать. RamTarget. И нам еще нужно parser cpp выкинуть. parser src, src, cpp, да. Так, чтобы он не ругался... Вот, кстати, f, rf, t. Здесь у нас поддиректории есть. Так. Перед тем, как делать что-то страшное, хотя у нас, правда, ничего не сгенерировано, ничего... Лучше подстраховаться. git add, звездочка, точка, cpp, git status, да, git add, нам нужно добавить этот и вот этот. Это все. Парсер у нас генерируется, а берон у нас создается компилятором. git commit-m стандартное сообщение initial import make clean вот у нас .o файлы исчезли. make proper сейчас сейчас make не получится, потому что у нас нет файла parser.o и он не знает, откуда его можно взять. нам нужно установить antlr. И у нас antlr есть, antlr 4 уже установлен. отлично. Теперь надо посмотреть, как им пользоваться. Идем. Я тут заранее для C++ нашел страничку, как его запускать. вот это antlr 4 и грамматика. значит, если он как утилита не установлен у вас, то есть вы можете просто jar файл скопировать себе, да, и имея джаву, можете запускать вот таким вот образом. добавляем сюда еще одно правило транслирования грамматики. оно, конечно, будет всего для одного файла реализовываться. %g antlr 4 language cpp name of grammar name of grammar грамматика. что у нас получается? это вот этот вот символ. не запустилась antlr файл и название файла и название грамматики у нас отличается. так сейчас исправим берем 7 ну по крайней мере сгенерировал уже хорошо ну я там дома разбираюсь понятно с этим как его конкретно представлять в make файле хотя ладно давайте сейчас вот переправим на более простой очевидный вариант тут кстати неправильно даже было на же парсер должен генерироваться из uberon поэтому parser.cpp генерируется из uberon7.g parser src cpp можно убрать она вам никогда больше не пригодится смотрим ух ты чего тут нагенерировал то тогда нам получается надо все эти файлы сюда добавлять мистер пропер но это я потом уже его доделаю ладно чтобы время здесь не отнимать так тогда получается все намного проще мы это убираем и отсюда начинаем копировать разрыв строки можно использовать чтобы слишком длинно не получать так лист нам по-моему не нужно здесь нам нужен мы будем писать то есть можно грамматику обрабатывать каким образом мы сначала распознаем получаем дерево синтетического разбора называемая потом обходим его и кита генерации производим преобразуем его что-то новое дали создаем что-то новое на основе его вот а можно непосредственно в процессе трансляции как раз выполнять нужное нам преобразование так что мы это объектные файлы получили тогда нам все равно желательно вот это выделить что она из этого порождается здесь получается оперон нам нужно так она сформулировать здесь правила уничтожения вот этих вот всех файлов в общем сейчас самое главное скомпилировать main.o не может найти почему потому что почему-то не может его скомпилировать теперь надо в include файл добавить здесь то есть то место где находится untilr4 runtime сейчас его найдем таким методом нам нужно дополнить этот вот сборщик информация о том где искать untilr4 runtime.h вот мы добавляем include файл перед этим мы еще пакет установили дополнительный пускаем make все равно не находит не находит потому что я забыл сюда вот добавить еще сюда вот добавить includes если вот это правило сработало было бы все хорошо ну вот куча ошибок то есть связано к тем что мы ничего ни с чем не соединили ладно будем разбираться вот здесь у нас есть библиотека так нам ее нужно подключить а вот есть динамическая библиотека .file хорошо а то мы сейчас тоже сделаем то есть libs мы добавляем тире l название библиотеки без префикса lib и библиотека у нас в стандартном месте находится поэтому нам не нужно никаких дополнительных здесь элементов добавлять ну и в результате файл конечно у нас скомпилировался единственное что у нас ничего не делает кроме того что hello world пишет теперь нужно читать документацию и смотреть как подключается входной поток то есть обычно пишут как вот toberon7 потом пишем программу на прок . obiron по идее должно работать для этого нужно нам входной поток подключить к транслятору вот нашелся пример мы сейчас его быстренько в main скопируем скопируем и адаптируем под наши нужды что-то заблудился что-то заблудился ну вот мы добавили сюда ntlr согласно примеру из интернета естественно чтобы не мучиться попробуем скомпилировать я думаю что не получится как всегда скажем оперонт 7 lexor она уже не нашла нет такого файла как каталога как такое может быть с маленькими буквами вернуть все обратно вот после исправления ошибок программа таки скомпилировалась теперь нужно на вход подать пример я что-то не помню я его вгрузил нет по-моему нет где он тут code examples от вычисления чисел Fibonacci если он заработает у нас то будем считать что у нас все получилось я имею ввиду вообще во всех смыслах так нужно нам сделать директорию отдельную с тестами даже тест дейта Fibonacci.gouberon ну а теперь попробуем его передать в параметр тест дейта Fibonacci missing module at module mismatched input Fibonacci expecting точка с запятой да значит нам либо компилятор переделывать надо да либо переписать пример но я намерен сделать второе конечно даже не так 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 вот здесь еще исправлена ошибка пробуем снова скомпилировать тест дейта Fibonacci о новые ошибки land2 missing это просит же var в общем надо разбираться с этой грамматикой внимательно но тем не менее как бы процесс пошел сейчас я его то есть первая лабораторная да или какая там очередная лабораторная добавить в грамматику то есть вот в этот G-файл в этот G-файл возможность игнорирования размера букв в операторах то есть чтобы type маленькими буквами тоже в том числе часть слова тоже маленькими буквами а часть большими было бы да то есть тоже можно сделать такой игнор первая задача подправить лексический анализатор таким образом чтобы ему было все равно какими большими или маленькими буквами ну а на самом деле конечно надо смотреть спецификацию мне бы например было бы все таки лень набирать большими буквами те эти ключевые слова вот это первое второе нам нужно под эту программу которая выглядит в принципе вроде правильно даже Fibonacci то есть вот module Fibonacci prosergy colt тут звездочка может не нужна еще кстати надо попробовать сейчас транслируем не все равно не хочет так то вроде правильный то есть n целое число а b integer вот может быть здесь еще кстати давайте тоже комментарии тут удалим ничего не поменялось если больше 0 то тогда вычисляем t-1 return на плюс b иначе если 0 тогда возвращаем 0 иначе 1 ну да тут все правильно res присвоить calc 21 assert res ну я думаю на этом надо закончить на сегодня если какие то вопросы есть задавайте у и и и Продолжение следует...